Участники международного автопробега «Огонь памяти» 3 мая побывали в Пружанах. Этот автопробег посвящен 78-летней годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне и стартовал 30 апреля в Москве. Его маршрут, протяженность которого составит более 2500 километров, пролегает по местам боевой славы России и Беларуси. Акция проходит по инициативе Российского общественного движения «Огонь памяти». Возле памятника с сожженным деревням в Пружанах состоялся торжественный митинг с участниками автопробега. В нем приняли участие представители руководства района, общественных объединений и, конечно же, молодое поколение, которому не безразлична память о подвиге нашего народа. Добрый день, уважаемые друзья! Мы очень рады видеть вас на нашей Пружанской земле. Благодарим, искренне вас благодарим за вашу акцию в преддверии празднования 9 мая, за такую важную, нужную, необходимую память, которую мы вместе с вами храним и передаем нашим потомкам. Наши народы развиваются вместе. Вместе раньше сражались, вместе отстраивали страну. Вместе и сейчас мы идем в светлое наше будущее. На своем пути мы уже посетили город Зержинск, место скорби, место захоронения более двух тысяч белорусских евреев. Посетили вчера город Брест. Сегодня мы с превеликим удовольствием приехали в ваш город, город Пружаны. Великолепные встречи, великолепные люди, замечательные дети. В автопробеге участвуют 23 автомобиля, 60 человек. Самому младшему участнику в этом году 11 месяцев, самому старшему водитель, причем 70 лет. И для него это уже седьмой автопробег. В программе пробега предусмотрена эстафета вечного огня с мемориального комплекса «Поклонная гора» в Москве. Его частицу участники торжественного марша передали и в наш город. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нам очень приятно, что в Брестской области таких остановок было всего две. Это, конечно же, святое для каждого из нас место Брестская крепость Герой и наш городок Пружаны. Очень важно, чтобы молодые люди пониманием относились к тем событиям, которые проходили на нашей земле 80 лет назад. Правильно оценивали те результаты Великой Отечественной войны, которые были. Ну и, конечно же, хранили эту память, передавали ее будущим поколениям. А для этого они должны принимать участие в таких мероприятиях, в таких акциях, в таких встречах, для того, чтобы помнить, для того, чтобы жить. Мы из Москвы, в России. Почему мы сегодня здесь? Ну, потому что для нас этот праздник, скажем так, самый главный в нашей жизни, потому что наши бабушки, дедушки, они все воевали во время Великой Отечественной войны. И также были, участвовали в освобождении Беларуси, до Берлина дошли. И для нас это очень важно, также передать эти детям то, что знаем мы, то, что нам рассказывали, ту правду, которая была на самом деле от первоисточников. Мы хотим показать и передать это все нашим детям. У нас старшие дети есть. Ну, для нас это важно. Далее автоколонна отправится в Годненскую, Минскую и Витебскую области, где также будут организованы торжественные мероприятия. После этого вернется на территорию России. Завершающей точкой акции станет Ржевский мемориальный комплекс. Субтитры создавал DimaTorzok